В сегодняшнем выпуске хотел бы вам рассказать про карасевую снастку, про которую я говорил в предыдущем своем видео. Вот, наконец, решил оснать видео по поводу нее. Пользуюсь я ей преимуществом на маленьких прудах, на маленьких водоемах, где карася довольно-таки много. Вот, ловят его все, ловят по-разному, вот. И, соответственно, сейчас по поводу этой снасти пойдет... У меня рассказ про нее. Так, ну, прежде всего, хотел бы рассказать по поводу удилища. Все стартово, все как обычно. Берем ту же самую палку, анниверсальную. Вот, удилище 2,7 метра. Вот, китаец, в принципе, любой. Можно и короче выбирать палки для такого роду ловля, потому что на таких прудах особо дальний заброс он не нужен. Ну, там, 15-20 метров можно легко закинуть. С палкой 2,4-2,1 метра. Вот, снасточка очень легкая, в принципе. Вот, кормушка используется... А, леска. Леска используется 0,3-0,35. Более прочная. Она, в принципе, там не нужна, потому как рыба там полкило на данных водоемах. Ну, это уже трофеи, это уже хорошо. Вот. Запас прочности лески там, в принципе, не нужен. Тех доем, как правило, очень сильно порушить травой и так далее, там подобное. Приходится искать окна и, ну, или самому чистить, там, кошкой самодельной или косилкой. Заплывать на лодке, прокашивать свои гряды для ловли на донку. Вот. Далее. У нас идут уже кормушки немного другого плана. Это прудовые, так называемые. Я на них ловлю крайне редко, потому что не за карасям. У нас карася, как таково, в Подмосковье так особо много не осталось. Есть водоемы, есть хорошие водоемы, но до них довольно-таки далеко добираться. Мне проще доехать до Оки и там половить ту рыбу, которая мне больше импонирует. То есть, это лещ, плотва, галавля и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, кормушки, кормушки используются легкие. Это уже идет 15-20 грамм, иногда 10 грамм. Есть вообще неоснащенные кормушки, то есть без груза. Вот, можно и такие использовать. Ну, на данном примере, вот, хочу показать. Вот это 20-граммовая, вот это 15-граммовая. Вот еще есть совсем маленькие кормушки. Вот, на примере вот 20-граммовая, сейчас я покажу, как вяжется монтаж. Берется леска, выпускается в кормушку. Здесь уже не антизакручиватель, ничего нет, они, в принципе, не требуются. Далее, выпускается леска через кормушку. Далее берется, всем уже знакомо, по предыдущему моему видео, это вертелюжок вместе с застежкой. Можно маленькие такие вот использовать уже. Вот совсем маленькие. Здесь течения нету, здесь сильно закручиваться она не будет. Вот. Завязывается. То же самое. На обычную петельку, на узел. Вот. Затягивается. Лишнее откусывается. Вот такая получается у нас елочка. И отличительной чертой уже здесь идет, это у нас идут коромыслы. Так называемые. Я их не особо люблю использовать, потому что они очень сильно путаются. Вот. Вот такие коромыслы. Они продаются как в магазинах, так можно его и самому сделать. Там ничего сложного нету. Из подручных материалов, из-за обычной миллиметровой, да, миллиметровой где-то проволочки, можно скрутить ее, там ничего сложного нету. Далее. Пристегивается она при помощи застежки уже непосредственно к донке, к самой. Вот. Вот. Получается вот такая вот снасть. И, соответственно, сверху, если мы для озерной делали снасти уже там 10-15 сантиметров, 20 отступали от кормушки, то здесь уже можно ближе. То есть сантиметров 10-8. Спокойно вяжется ушко верхнее. Вот. Получается вот что-то наподобие елки. Так называемой в народе. Очень любят ее вязать особенно. Сейчас на белом фоне покажу, как отцу выглядит. Получается вот такая снасточка. Вот. Далее сюда ставятся уже крючки. Крючки используются короткие. То есть с таким расчетом, чтобы, грубо говоря, вот между вот этими двумя коромыслами было расстояние, чтобы они не могли друг с другом пересечься. Вот. Берется крючки. Размер крючков здесь уже тройка, максимум четверка. Потому как животные насадки сюда идут уже или мотыль, или мелкие черты. Вот. На такого рода снасточку можно использовать уже и плетеную леску, в принципе, вместо обычного монофилла. То есть там 0,09-0,08 поставить плетеночку. Вот. Это очень тонко, напоминает маленькую травинку. В принципе, карась, особенно мелкий, он не очень ее видит и садится довольно-таки хорошо. Как я говорил уже заранее, все мотовилы у меня заранее завязаны, то есть под разным условием ловлю. Есть каждый мотовилец. Вот. Далее. Крепятся крючки петля в петлю. Все, это собрано. Снасточка. Вот. Крючки собраны. То есть получается вот еще что-то вот такое. Два крючка снизу и один крючок сверху вяжется. То есть три. Можно сверху стоять некоторые умельцы, ну, те, кто любит распутывать, я считаю. Значит, на берегу могут вязать так же кромысл, еще могут поставить вот сюда. Вот вместо верхней петельки, вместо верхней петельки, могут поставить сюда еще одно кромысл. То есть получается такая гирлянда. По 4, по 8, по 10 крючков бывает впихивает. Вот. Я ставлю, чтобы меньше путалось. Вот. Если карась клюет, он и так возьмет. А там, если он не клюет, ты хоть 100 крючков привяжи, он все равно брать не будет. То есть бывает то, что достаешь кормушку. Видно то, что корм поеденный в этой кормушке. Соответственно, рыба подходила, кормилась, а прикормку не брала. Насадка для таких кормушек используется, это мотыль, опарыш. Далее, используется у нас тесто. То есть, грубо говоря, там и мастырка, всякого рода разнообразие. И манка круто заваренная. Вот. Ну, в принципе, все. Снасть из трех крючков тоже самая простая, там быстро собираемая для лога карася. На маленьких прудиках она вот готова. То есть, в принципе, все, ничего сложного нет. Можете посмотреть. То есть, у нас маленькая кормушка, практически не оснащенная. Там можно еще меньше по размеру ставить, в зависимости от водоема. Карамысла. Карамысла бывают длинные, бывают короткие. Ну, вот я среднее брал, покупал. У меня в запасе лежат они всегда. То есть, иногда с тобой, так сказать, там, если еду на улочку ловить, там, в чехол один-два спиннинга кинешь. Ну, соответственно, можно, пока на улочку сидишь, ловишь, можно поставить пару донок. Донки стоят спокойно. Ключки. Третий, четвертый номер для приманки, для разной. Ну, соответственно, верхний ключок тонкий. Тоже трогик где-то наставить. Это считается самой универсальной снастью для лога карася. А, ну, по-малому. К прудам, по-малым водоемам. Ну, и реже там, на озерах совсем редко, где я увижу. И иногда даже использую для ловли леща вот такой прям, снасть. Ну, это уже, считай, уже слишком. В принципе, все. Все, что в этом видео я хотел сказать. Снасть очень простая. Вяжется очень быстро. Вот вы видели, буквально это... У меня болтовни больше, чем я, больше объясняю, чем делаю снасть. Вяжу снасть вяжется там буквально 2-3 минуты. Одна собирается, даже не вяжется, а собирается на водоем. Приехали на водоем, сделали один узел, привязали. Вертелюжок вместе с застежкой. И пристегнули коромысло. Два поводка снизу, один поводок сверху. Иногда ставится, бывает, вот я встречал, да, на водоемах, то, что привязываются поводки вот на самом, на дужке, кормушке. То есть берется поводок, сейчас я покажу. Берется поводок, и непосредственно сюда уже пристегивается. То есть своего рода такая совсем капитальная. Получается вот такая. Бывает, даже вот на кормушку, я вот несколько раз встречал на водоемах, видел, случайно совершенно проходил мимо, там, когда-то общался с такими баллонами. Ставят вот на саму кормушку до 5-6 крючков. То есть забивается каша, и, соответственно, сюда насаживается прикормка. То есть она у вас висеть-висит. Сама кормушка и с нее свисает. Ну, соответственно, нижних коромысел нет. Коромысло сейчас я отстегнул. Вот. И она уже делается на глухой оснастке. То есть здесь наглухо привязывается кормушке, чтобы она не двигалась. Грубо говоря, уже снасть рассчитана на самую подсечку. Делается вот так вот. Такого плана она. Ставится 3-4-5 крючков. Забивается каша. И иногда прижимают. То есть кашу забили, прижали. Если у вас мастырка или тесто какое-то, то прижали. Она у вас падает. И, соответственно, рядом уже с прикормкой находятся вот такие крючки. Коразь подходит, начинает обсасывать саму кормушку. И вот рядом вот такие крючочки лежат. Засасывает. Ну, соответственно, за счет веса кормушки саму подсечка. И дергает. Соответственно, на оснасте уже это все видно. В принципе, все. Все, что я хотел сказать вот по этой покрасевой оснастке. Все я уже сказал. Все, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если кому-то что-то непонятно, пишите в комментарии. Буду обязательно читать. Буду отвечать. Кого заинтересовало, смотрите видео в моих плейлистах по оснастям. По монтажам и так далее. Все. Всем удачи. Удачи.